доброе время суток дамы и господа картина тиви вопросы и ответы и я ее постоянный автор и ведущий юрий тэнман сегодня я вам расскажу что собой представляют видеотеки картина тиви это невероятно классная вещь и давайте с вами в этом убедимся итак вход видеотеки может осуществляться двумя способами люди используют два интерфейса которые есть у нас прежде всего вы сейчас видите непосредственно главное меню картины тиви но я думаю что для каждого из вас не секрет как в него попасть вы давите на кнопку топ меню если у вас приставки дюна старого образца или на кнопку домик если у вас приставка дюна его мы попадаем вот сюда в эти квадраты и мы их видим в данном случае у меня в центре стоит квадрат картина тиви new есть новый образец картины тиви есть старый образец белый квадрат который вы тоже здесь видите если вы пользуетесь привычно старым квадратом тиви то у вас будет вход видеотеку один если новым то другой мы с вами разберем оба варианта и начнем с привычного нам всем квадрата картина тиви старый образец мы входим внутрь как обычно мы всегда попадаем в телевидение вы видите цветные квадраты давите еще один раз автоматом enter и давите еще раз автоматом enter и попадаете в телевидение а вот теперь если мы надавим еще раз на enter то мы видим программу передач и как правило всегда люди идут вниз выбирают какой-либо канал и пользуются непосредственно телевидением но мало кто обращает внимание на то что вверх у вас тоже есть список посмотрите над каналом россия у нас стоят видео теки вот они все видео теки которые имеет картина тиви попасть их можно непосредственно через разделы мы видим видите у нас мы всегда идем сразу же как правило в общие познавательные природу туризм хобби спорт кино сериалы кому что нравится но именно видео теками пользуются к сожалению не все потому что не знают многие что это или не пользуются потому что ни разу там не были и не умеют вот давайте учиться давайте разберемся как ими пользоваться и я вас проведу легкий экскурс по ним и так видеотека старт давайте сначала о том что внутри что такое видеотека старт на картина т.в. это главные кино события года и на землю руки на затылок детский раздел самые ожидаемые телепроекты и уникальные сериалы которые мы создали специально для вас сейчас мы здесь должны идти до конца правильно все это теперь в вашем тарифе премиум заходите в основное меню выбирайте видеотеку старт и смотрите старт на картина т.в. видеотека старт это самые свежие фильмы и сериалы те фильмы которые снимаются непосредственно стартом и им же и выставляются видеотека это здорово и очень быстро развивающиеся в россии она сегодня примерно аналог того что делает нетфликс и когда-то такие компании как нетфликс и amazon они занимались только тем что они показывали чье либо кино но теперь они начинают снимать сами потому что появились средства и фильмы нетфликса все очень любят фильмы amazon тоже очень хороши пик старт занимается тем же самым не они не только показывают самые свежие популярные но они и снимают сериалы сами и снимают очень здорово молодцы ребята значит так вот эти сериалы иногда попадают на экраны через видеотеку значительно быстрее чем они попадают на экраны телевизионных каналов поэтому действительно здесь самое свежее это именно по фильмам и по сериалам сейчас не будем забираться внутрь это мы заберемся отдельно я уже покажу когда мы будем учиться пользоваться пока посмотрим следующая видеотека море тиви или молчеве наверное так будет правильный по-английски но я думаю что может быть здесь даже и море тиви сопоставимо потому что там море разных фильмов и сериалов и я вам скажу что там тоже есть много интересного видеотека это новая она постоянно пополняется и понятно что фильмов там будет много премьер очень хорошие видеотеков которые попадают самые свежие и самые любимые популярные на сегодняшний день в россии сериалы здесь есть очень много смешных комедий и все что угодно вы можете найти по разделам приключения фантастика детективы мелодрамы драмы мультифильмы очень хорошо ока тиви тоже видеотека новая и она наполняющиеся твое кино это видеотека украинская и здесь очень много фильмов на украинском языке но есть фильмы и на русском я знаю что конечно ее больше любят те кто приехали с украины или находятся на территории украины но фильм очень хороши и есть и на русском языке иногда они идут с русскими титрами или наоборот идут русский язык и украинские титры и фильмы хорошие украина умеет снимать кино это хорошо видеотека мегога вот это очень хорошая видеотека которая невероятно порадует любителей советского кино нашей так называемой советской классики это наверное одна из самых больших коллекций фильмов снятых в нашем бывшем советском союзе всеми студиями от узбек телефильм до украина казахстан очень много хороших фильмов невероятное количество есть все от 17 мгновений весны я щит и меч до таких фильмов которые трудно найти это коллекционные фильмы чуть ли не не мое кино и такие фильмы редкие которые были в свое время изъяты из проката как например чп с молодым тихоновым по политическим соображениям фильм свое время был изъят из показа по кинотеатрам но вообще это интересно есть и видеотека армянская это армения и фильмы армянские на армянском языке очень хорошая видеотека я не могу ее оценить потому что не владею этим языком на фильмов там много и есть видеотека непосредственно картины теле это наша медиатека здесь фильмы всех стран и народов мы стараемся ее пополнять по мере сил и возможностей это же большой выбор хорошего кино и так как этим всем пользоваться кроме видеотека старт все остальные видеотеки работают на совершенно одинаковом принципе и мы сейчас с вами пройдем например по видеотеке премьер давайте заглянем в нее и на базе этой видеотеке я вам покажу как пользоваться мы выбрали ее и давим кнопку enter мы надавили на кнопку enter и видим четыре квадрата всюду вы будете видеть одинаково кроме видеотеки старт здесь есть папка последние папка лучшие на взгляд картины тиви папка жанры и папка поиск мы сейчас допустим заходим в папку последний заглянем что добавила нам картина тиви значит постольку поскольку я только что сделал сброс настроек и у меня не настроенное изображение и у вас она скорее всего если вы сюда не заходили тоже будет не настроена и ты вы увидите вот такую же картину и хорошо что вот я ее увидел потому что мне есть что вам показать и чему вас научить вы видите вот такую вот картинку картинки слева маленькие а справа стоит одна большая картинка картинка справа это то что в данный момент выбор на мы видим что в белой рамочке у нас алана мамаева и здесь естественно тоже она с правой стороны стоит если мы выбираем валера верим то у нас теперь стоит следующее но картинка справа большая но это не совсем удобно мы с вами видим внизу кнопочка эй обозначена красная с буквой эй и написано вид так вот если вы взгляните на ваш пульт то вы такой кнопки если у вас приставка его красный не увидите если у вас другие пульты от других приставок моделей дюна то вы обязательно увидите на них цветные кнопки их будет 4 красная голубая желтая зеленая так вот красная кнопка напрямую на этих пультах выведена прямо на непосредственно на интерфейс самого пульта но если у вас приставка его у вас есть кнопочка с цветными точками на которой изображены красная зеленая желтая синяя точка вы сейчас видите ее на экране на пульте где она расположена и если вы нажмете на нее то вы соответственно видите четыре направления вверх вниз влево вправо и каждое направление соответствует цвету так в данном случае у нас куда идет красный цвет с буквой эй наверх и мы давим верхнюю кнопку и у нас изменился интерфейс теперь у нас стали картинки больше но куда-то исчезла большая нас это тоже не устраивает поэтому если у вас просто пульт с красной кнопкой мы нажимаем на нее еще раз а если у вас картина его мы снова давим цветные точки и видим снова направление и опять уходим наверх и у нас новое предложение маленьких картинок их много но нас это тоже не устраивает потому что справа нет большой картинки тогда мы опять давим красную кнопку или снова давим цветные точки на пульте его и выбираем опять направление вверх и вот теперь мы с вами видим то чего мы хотели добиться у нас всего два ряда довольно крупных картинок по фильмам с предложением слева и мы видим справа стоит большая картинка теперь мы можем просто идя вниз вверх влево вправо выбирать любой фильм выбрав любой фильм мы с вами вот например прекрасный сериал вне игры мы с вами выбираем его давим enter и попадаем непосредственно внутрь здесь мы с вами видим сколько идет фильм семьсот девяносто три минуты ну понятно что это сериал мы видим год издания можем прочитать что-то о непосредственно сериале и у нас стоит кнопка просмотра нажав на нее мы попадаем в сезоны сначала выставлен соответственно первый сезон все серии мы уходим вниз мы видим что серии закончились первый сезон и соответственно начался второй третьего сезона пока нет ждем его с нетерпением очень хороший сериал очень рекомендую посмотреть если на что-то не устраивает кнопка ретурн на обычных пультах картины тиви дюна старого образца или гнутая стрелочка опять же на пульте картина тивиева нас вернет обратно к списку фильмов таким образом я могу пройти и посмотреть какие-то новинки здесь очень много что интересного есть причем не только фильмы но и какие-то передачи я очень рекомендую программу в поисках нло очень интересная программа невероятно интересная альтернативная история я как историк очень удивился тому каков необыкновенно любопытный формат был выбран создателями этой программы и снимаю шляпу очень интересно если вы попадете внутрь вы увидите что здесь 258 минут все 6 серий вы можете смотреть таким образом мы пользуемся видеотехами здесь есть все от программ машина времени до последних сериалов если мы хотим найти что-либо в жанрах мы выбираем жанры и здесь мы с вами видим огромное количество предложенных нам жанров здесь все отобрано все очень удобно от концертов до мистики документальных каких-то мелодрам триллеров боевиков вестернов и тому подобное если вы хотите найти что-то особенное заходим в папку поиск давим enter и по системе тетрис вверх-вниз влево-право набирая буквами мы можем выбрать фильм ну например фильм жуки посмотрим непосредственно есть ли он у нас мы с вами набираем жуки букву же мы выбрали теперь мы выбираем букву у давим enter она отпечатывается если вы ошиблись буквой то у вас на пульте под цифрой 7 есть кнопка стиражка clear и вы можете стереть последнюю букву если нам нужно расстояние между словами мы выбираем spacebar давим enter и расстояние между словами образуется набрав название фильма нам необходимо завести поиск и для того чтобы это проделать нам нужно выбрать непосредственно кнопку enter не на пульте не на пульте она кейборде то есть непосредственно на клавиатуре и мы с вами выбрали и отдавим enter и смотрим есть ли у нас фильмы жуки да и мы с вами видим жуки 2 а нам нужен первый а если первый друзья мои как правило такие сериалы которые имеют продолжение жуки 2 отель элеон или кухня они стоят в одной папке поэтому здесь наверняка внутри если мы сейчас заглянем будет стоять оба сезона сериалов жуки проверим заходим внутрь непосредственно получаем описание 753 минуты девятнадцатый год читаем содержание от себя скажу самый смешной российский сериал взял второй год подряд они берут приз самого смешного фильма в россии и действительно фильм невероятно хорош особенно моментами и некоторые серии держите пульт в руках а то может случайно получиться ситуация что не хватит воздуха и будете в судорогах ползать его искать так будете смеяться очень смешной сериал местами значит итак смотрим просмотр и мы видим первый сезон соответственно опускаемся вниз и там начинается сезон номер два вот пошел сезон номер два если нам не понравился фильм вы давите кнопку return и возвращаетесь опять вот к этому меню обратно непосредственно в квадраты и выбираем любой другой квадрат или другой жанр если мы с вами хотим вернуться просто в другие какие-то видеотеки то у нас есть путь самый простой выбрать другую видеотеку это нажать в данном случае на return вернуться в квадраты где у нас стоят все каналы из те видеотеки мы с вами видим что мы находимся сейчас в данном случае видеотека премьер но вот у нас внизу медиатека опять же армения советское кино украина ок но мы с вами сейчас зайдем в видеотеку старт я вас научу пользоваться ей непосредственно и заодно ее настроить мы с вами заходим в видеотеку старт и постоль поскольку я захожу сейчас первый раз как и вы это делаете если вы здесь не были раньше у вас есть предложение выбрать профиль профиль ребенка или профиль по умолчанию если вы устанавливаете данную приставку в спальне или в детской комнате для ребенка и вы знаете что ребенок будет смотреть здесь телевизор выставить ему профиль ребенка тогда выбрав для себя видеотеку старт он получит предложение только по детским передачам или фильмом но мы люди взрослые и мы хотим смотреть абсолютно любое кино поэтому мы выбираем профиль по умолчанию и давим enter мы выбрали enter нажали enter и ждем когда приставка подключится к видеотеке все мы с вами попали видеотеку старт здесь самые свежие фильмы те которые только-только вышли иногда они идут серия к серии то есть начинается показ первая серия следующую ждем премьеру через неделю но вот на видеотеке старт можно действительно поучаствовать в премьере какого либо сериала потому что здесь фильмы как я уже может быть и говорил появляется иногда быстрее чем они выходят на телевизионные экраны поэтому премьера может состояться именно на старте я вас быстренько научу пользоваться тем как здесь находить нужные серии нужные сезоны и тому подобное мы с вами выбираем например фильм бывшие насколько я знаю там несколько сезонов если я правильно помню давайте посмотрим заглянем внутрь мы его выбрали нажали с вами enter и попали в синенькую кнопку смотреть если мы сейчас ее нажмем мы будем смотреть скорее всего последнюю серию последнего сезона поэтому если мы хотим посмотреть описание почитать про фильм мы уходим соответственно в описании а если нас интересует непосредственно сезон и посмотреть если там один сезон или их несколько то мы уходим еще ниже в сезоны и видим три сезона сезон первый сезон второй и сезон третий сразу даже понятно сколько здесь эпизодов то есть сколько серий в каждом сезоне в первом во втором их по 8 а в сезоне номер 3 их 9 мы переходим соответственно направо выбираем первый сезон и получаем все серии можем смотреть первую вторую третью пожалуйста любую выбирайте и смотрите это удобно если мы сделаем один шаг назад у нас есть внизу самое последнее в списке если мы уйдем вниз мы можем посмотреть избранное у нас есть и если мы нажмем enter то мы соответственно добавим этот сериал в избранное сериал добавлен в избранном и теперь когда мы будем заходить непосредственно еще раз вернемся туда назад чтобы посмотреть попасть на главную страницу то мы видим что у нас здесь есть папка соответственно избранные если мы сейчас туда заглянем там лежит наш сериал бывшие то есть это удобно давайте вернемся один раз назад и я покажу вам что делать если вы хотите найти фильм по жанрам или по поиску но вы уже догадались что есть папка жанр и вы спокойно заходите в нее здесь жанры отобраны и пожалуйста заходите внутрь смотрите и ищите то что вас интересует есть также поиск если вы нажмете на него у нас привычный уже нам keyboard все правила те же самые лево-право-вверх-низ по буквам мы бегаем также пробел длинный у нас spacebar у нас также есть возможность нажать на кнопку enter в том случае когда поиск завершён не забывайте что enter давится опять же не на пульте а давится непосредственно на кейборде то есть на клавиатуре таким образом мы пользуемся видеотекой старт видеотека очень хороша сами снимаем как говорится сами и показываем и там самые свежие российские сериалы я обещал вам сделать ну быстрый быстрый экскурс по тому что лежит в каких видеотеках скажу вам про две которые наиболее наверное значимы это видеотека мегога это самая редкая советское кино и не только советское здесь самая большая коллекция советских фильмов наверное вообще потому что здесь есть даже фильмы от немого кино с михаилом чеховом 20-х годов но до каких-то фильмов абсолютно раритетных но интересное то что сюда попадали фильмы которые были закуплены министерством культуры в плане обмена фильмами или просто закупались за рубежом в советское время поэтому здесь можно найти такие раритетные и любимые нами фильмы как шарболовские зонтики фильмы с гойкой митичем какие-то румынские фильмы про комиссаров помните они все были комментарии комиссар полиции обвиняют там преступник сидит на стадионе уэмбли это все можно найти здесь старые такие фильмы закуплены еще в бывшем ссср и также я бы наверное отметил в видеотеку нашу медиатеку картины тиви вы знаете мы тратим в принципе ну картина тиви немалые деньги для того чтобы лицензионно покупать сюда фильмы и здесь есть действительно много интересного если вы загляните внутрь ну по привычному же образцу вы можете зайти например те же жанры и здесь очень много жанров и музыкальные фильмы и криминал и драмы и документальные поройтесь поглазите очень много хороших и довольно свежих и главное качественных фильмов которые наверняка доставят вам удовольствие здесь в на этом все можно было бы поставить вполне и точку но мне бы хотелось сказать пару слов тем кто предпочитает смотреть ну пользоваться телевидением картиной тиви не через привычные допустим белый квадрат картина тиви а предпочитает пользоваться новым интерфейсом новой картины тиви смотрит телевидение там как выйти в видеотеку здесь ну здесь все понятно ничего сложного совершенно нет вы просто уходите сразу же налево у вас появляются привычные нам категории вон телевидение видеотека пожалуйста вы просто заходите в видеотеке и вот они все видеотеки перед вами вы можете их также выбрать и смотреть пожалуй на этом двое теперь точно можем поставить точку с вами был юрий тэнман ведущий программы картина тиви вопросы и ответы подписывайтесь на наш канал канал интересный я знаю что все больше и больше вопросов я получаю от вас не стесняйтесь их задавать я отвечу на любой оставайтесь с нами ставьте лайки и берегите себя до новых встреч в эфире в эфире